Слово Всевышнего Когда Иса закончил говорить, он сказал Шимону Отплыви на глубокое место и закинь сети Шимон ответил Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали Но если ты так говоришь, то я закину сети И когда они сделали это, то поймали столько рыбы, что сети начали рваться Они стали звать на помощь товарищей из другой лодки Те подплыли, и вместе они наполнили две лодки так, что лодки стали тонуть Когда Шимон Петир это увидел, он пал к ногам Исы и сказал Оставь меня, господин, ведь я человек грешный Он сказал так потому, что его и всех, кто вместе с ним ловил рыбу Объял ужас при виде столь обильного улова Были поражены и товарищи Петира, Якуб и Иохан, сыновья Завдая Иса же сказал Шимону Не бойся, отныне ты будешь ловить людей И вытащив лодки на берег, они оставили все и пошли за ним Однажды, когда Иса находился в одном из городов, ему встретился человек, покрытый проказом Когда он увидел Ису, то пал на лицо свое и стал умолять его Господин, если только ты захочешь, ты можешь меня очистить Иса протянул руку и прикоснулся к нему, сказав Хочу, очистись В тот же миг проказа сошла с этого человека, и Иса велел ему Никому об этом не рассказывай, а пойди покажись священнослужителю И принеси жертву за очищение, как это повелел Муса Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми Однако слух об Исе распространялся все шире И люди толпами шли к нему, чтобы послушать его и исцелиться от болезней Иса же часто уходил в уединенные места и молился